Всю неделю самарских школьников учат не педагоги, а спортсмены, журналисты, промышленники. И что не личность, то в городе известная и уважаемая. Все для тех, кто еще не решил, кем станет, когда вырастет. Семь шагов к профессии помогают сделать в рамках одноименной акции, которая проходит в регионе уже шестой год. Уроки профессионалов усвоила и наша съемочная группа. Вместо обычного урока физкультуры, урок от профессионала, тренер высшей категории, Светлана Передельская рассказывает школьникам об особенностях велоспорта. Она точно знает, 40 минут на то, чтобы научиться крутить педали на медали, явно недостаточно. Я провела урок, идентичный тренировочному уроку с группой начальной подготовки. Ну, конечно, детки все приходят довольно-таки слабенькие сейчас. Что бы я пожелала детям? Ну, конечно, это вряд ли это будет. Ну, что бы они хотя бы утром делали зарядку. Здесь и разминка, и целый комплекс упражнений. Уставшие, но довольные дети признаются, остались под впечатлением. Мне все понравилось, но главное, что мастер-спорт, все классно. Приходилось бегать, были всякие эстафеты, очень хорошие. Уроки для самарских школьников всю неделю ведут профессионалы своего дела. Спортсмены, журналисты, библиографы. Ежегодная акция «Семь шагов к профессии» помогает эти самые шаги сделать буквально на производстве во время экскурсии и узнать о том, какие специалисты сейчас в цене. Нам нужны специалисты, связанные с землей, с трудом на земле. Это агрономы, это механизаторы, это те, кто в поле, собственно говоря, вершит продовольствие и безопасность нашей области. Основная цель – это сконцентрировать в неделе наиболее интересные, значимые мероприятия, связанные с профориентацией и планированием карьеры. Безусловно, плановую работу в течение года никто не отменяет. Всю неделю труда и профориентации в Самарской области будут идти мастер-классы от работодателей и экскурсии на заводы. Организаторы надеются, что участники акции в итоге найдут занятие по душе, а может быть и дело жизни. Татьяна Пудова, Сергей Александров, Новости губернии. Спасибо.